Девушки отдыхают 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 Так, что здесь? Ну что, какие-то подвалы. Тут где-то замурован сантехник, но сам он не признается. Под плитой бы посмотреть, да пойди ее подцепи. Эх, где мой маникюр? Пока нету маникюра. Здесь только ножик. Вот ножик, а мы и вскроем. Кладка дрянная. Не на совесть строили доброго им здоровья. Весь в бинтах. Видно, живого места на нем не было. Изувечили, потом устыдились и замуровали. Ну просто мумия. Золотой роликс. Мои усилия не напрасны. Надеюсь, что это только аванс. Унижение я готова простить. О, ожил. Ты мне в крынке. Ой, что это я? Горе тебе, нечестивец. Са, великий грех потревожить покой водопроводчика, особенно без предварительной заявки. Препиши, ибо кипящие котлы ждут тебя в бойлерной. Часы лучше вернись по-хорошему. Ой, как испугаюсь. Моё время кончилось. Зачем тебе часы? Они мне тикают об ремности всего сущего. Кроме того, это подарок. Ничего не потикают. Замуровали вещь ни себе, ни людям. Отдай часы! Я же к тебе по ночам являться буду. Страхи какие. Этого ещё не хватало. Что люди подумают? Только без глупостей. Проклено! Нервные все какие-то стали. Пора ноги уносить. Да, надо убегать отсюда. Подписываемся, друзья. Не забываем оставлять комментарии. И жать на колокольчик, чтобы видеть, что будет происходить дальше. Так. Идём в подъезд. Знакомимся с гадалкой на первом этаже. И ей передаём роликс. Скажите, бабушка. Да ты не сомневайся, милая. Если надо, я тебе и сертификат выправлю. Всё очень почину. За отдельную предоплату. Да я... Я не сомневаюсь. Ну, правильно, что не сомневаешься. С грас у меня, знаешь, какой. У-у-у-у. Сила. Аж сама пугаешь. Ну, надумаешь, приходи. Не минует тебя счастье. Да. Да. Так, отдаём ей... Роликсы. Роликсы. Бабуль, помощь твоя нужна. Это вместо оплаты. Никак надумала, милая. Ну, вот и слава. Я слово-то заветное шепнул, в воду проточную плюнул, и всё будет, как ты, милая, пожелаешь. Спасибо. Ну, спасибо, ну, конечно, хорошо, но мало. Ты, милая, извини. Но я нынче только, как говорится, по предоплате работаю. Уж не обессовываюсь. Можно деньгами, можно ещё чем поинтереснее, но в крупных купюрах. Вот часы держи. Да, вот часы мы дадём. Надёжные. Нам нужно загружить не рожки. Золотой ролик с турбоподогревом. Работает в автономном режиме. Заметь, без предоплаты. Мумии пахнут. Так ты их с сантехника сняла? Ай, ловко. Он сам их при жизни из пятой квартиры спёр, когда кран ставил. Я ещё понятой была. Ведь так и не признался тогда крепким человеком, надёжным. Надёжный. А мне сказал, что подарок. Вот именно. Подарок судьбы. Принимаю. А если он к тебе ночью за часами приплёт, ты не говори, что мне отдала. Скажи, потеряла. Так, ну всё. Завтра дело мы даём пирожки, чтобы она заговорила. Бабуль, а пирожки эти можешь заговорить? На что заговор нужен? Мы же обещали, что... Не на что, а от чего? От жадности. Чтоб человек, который их съест, жадничать перестал. А-а-а, легче лёгкого. Давай, давай их сюда, красавица. Сейчас сделаем. Сделай, сделай, дорогая. Нам надо доктора проучить. Жадничать он больше не будет. Он теперь вообще мало чего будет. Я их ещё разным спамом заговорила. Откоты, запора, энуреза, импотенции и фимоза головного мозга. Ой-ой-ой, сколько она всего знает. Заклятие, сила. Я ведь как начну, остановиться не могу. Эх, бабуля, жалко тебя с нами не было, когда мы с Колчаком воевали. Конечно, я-то с ним была. Пошли наверх. Подписываемся, друзья. Оставляем комментарии. Жмём на колокольчик. Не забываем делиться с друзьями. Так, ну что, доктору звоним. Перезвоним, как правильно. Оставляйте в комментариях. Милости прошу. Доктор Катс. Доктор Катс. По первой специальности хирург, как вы понимаете, потомственный, как вы догадываетесь. Не стану пугать, но должен предупредить, шансов у вас мало. Извините, я, наверное, не туда попала. При удачном стечении, может быть, протянете недельку-другую. Это при всём моём оптимизме, как вы, наверное, поняли. А может, он мне поможет. Понимаете, я пошла за пивом. Безусловно. Все симптомы налицо. Видите, какие синие у вас белки? Требуется срочное вмешательство. Резать, резать к чёртовой матери. Начнём с конечностей. Видите, у ваших ногтей розовый оттенок? Срочно под капельницу. Нет, спасибо. Если вас финансовый вопрос смущает, это совершенно напрасно. Деньги, как вы догадываетесь, вам вряд ли в дальнейшем понадобятся. Придётся, разумеется, оплатить операцию, медикаменты, похороны. Заранее, как вы понимаете. Как я понимаю, он бы сумасшедший? А где вы видели здоровых докторов? Пирожками накормим. Да, чем могу помочь? Доктор, пирожок попробуйте, не побрезгуйте. Попробуйте, попробуйте. Опа! Скажите, красавица, вы сами пекли эти замечательные пирожки? Как бы вам сказать, доктор, это не я, это соседка ваша, в благодарность за спасение её сына. Ах, эти чёрные глаза! Ух, полетел! Вот это вот оркнуло... Надо же, сработало! Да. Ладно, пошли вниз. Вот тут нам надо с Веней поговорить. Веня, а ты тут что делаешь? А меня из квартиры мама выставила. К ней дядя доктор пришёл, они заперлись. И отвечают. Эх, куда его с пирожков понесло? Интересненькая дельца. Так ты отца позови, пусть дверь откроет. У отца-то, небось, и ключи запасные имеются, и бейсбольная бита припасена на всякий случай. Сиротой не останешься. Если что, родина поднимет на ноги. Хорошо. Так, он пошёл. Сейчас как-то медленно. Позвоним на всякий случай. Да никто не откроет. Чем-то они заняты. Наверное, пирожками. Да, пирожками заняты. Это так увлекает. Пошли. Ну, ещё раз с тётей поговорим, чтобы потом меньше разговоров было. Прошу прощения, но вы и вправду колдунья? Ой, ты какая же я колдунья. Я ведьма. Разницу понимать надо. А в чём разница? В возрасте. Колдунья. Молодая. Ведьма. Женщина средних лет. А кто старуха? А баба Яга. Ну, мне-то ещё до пенсии далеко я ещё. Хоть куда? Ты уж не сомневайся. И патент у меня имеется. Да, патент имеется. Так, всё, пошли. Идём к копателям. К правую арку. Но там уже, как я понимаю, никого нет. И у нас есть возможность... Не папаша, не сынули. Ну и отлично. Зато можно заглянуть в яму. Гор свет. Посмотрим на машину ещё раз. Что же вы хотите после скачков цен на коммунальные услуги? Какого отношения ждёте? Всё, берём лопату. И начинаем копать. Подписываемся, друзья. Хотите увидеть новые серии? Жмите на колокольчики, увидите их первыми. Перспективную шахту основал этот ночной старатель. Ещё пара метров, и я упрусь в центре земли. Да, уж. Однако, настоящий пулемёт. Да в отличном состоянии. Да при пулемётчице цены ему нет. Конечно, Анкаш, пулемётчица. Кар, кар. Да. Так, ну что, друзья. Поговорим ещё раз с Веней. Ой, с Веней, говорю. С малышом. Веней-то у нас другой. Послушай, мальчик. Скажи мне, пожалуйста. Ну, так. Как сказал один писатель, кажется, с тяжёлым детством. Если рассудок и жизнь дороги вам, не общайтесь с детьми, ибо в эту пору в них властвует дух противоречия и вредности. Это мы так, чтобы набраться духов. Пойдём ещё раз заглянем в варку. Всё ли там на месте? Смертельный номер. Зрители со слабыми нервами просим покинуть цирк. Это ты к чему? В путешествии, которые мы зовём жизнью, нельзя пренебрегать осторожностью. Да. Для этого у нас есть пулемёт. Ну что, они всё ещё там? Да, всё ещё жрут. Ну, раз так, применим мы на это дело пулемёт. Берём пулемёт и применяем на арку. О, сейчас будет классный день. Аппетит разыгрался? Доступ к телу временно прекращён. В связи с протестами покойного. Охо. Ой, какое... О-о-о-о. Получитель. Вот так вот, класс. Вот так, друзья. Молодец, Анка. Думаю, что теперь этот проход полностью свободен. Пулемёт очень убедительный аргумент. Очень убедительный. У этих тварей не было ни единого шанса. Кинжальный огонь мало кто переживёт. Я сама его переношу с трудом. Ну, конечно. Так, возьмём гармонь. Гармошка. Как говорил наш с вами общий знакомый, когда бывал не в духе, играй, гармонист, а то играла поломают. Ну-ну. Так, ну что. Посмотрим на водолага. Вы как хотите, а к этой мерзости я и близко не подойду. Ну, потом придётся, придётся. Так, что тут ещё есть? Поговорим с головой. В каком мире приходится жить? Только зазевался, тебя уже едят с потрохами. Что ж, носитель практически съеден, но информация, кажется, уцелела. Я бы хотела её получить. Но прежде я окажу вам всевозможную помощь, на которую только можно надеяться в вашем положении. Да, он сам что-то начинает открывать рота. Срочно нужен пункт по заморозке органов с лекарствами и медперсоналом. Это она по губам прочитала. Подписываемся, друзья, чтобы увидеть новые серии, потому что сейчас мы заканчиваем. Будем сохраняться. Сохраняем игру и выходим, чтобы сильно вас не задерживалось. Сохранились. И выходим из игры. Пока, друзья, до новых встреч. Смотрите, скажите, что это за лечебница. Что надо? Скажите, а что это за лечебница? Польница мозговой хирургии. Имени Франко и Штейна. Как интересно. Франкенштейна, короче. Ничего интересного. Вы знаете, кто это такой? Нечего тебе тут без надобности шляться. Голову ей покажем. На тебе, Голову. Вот он, мой тяжелый больной. Какой же он тяжелый? Вам всего-то килограмм три будет. Да грамм в двести мозгу, если не меньше. Хорошо. Но здоровым же его не назовешь. Почему? Довольно здоровый. В диаметре. А что же его теперь бросить без помощи? Ну зачем бросать? Голова предмет темный. Обследованию подлежит. Иди в лабораторию. А там по результатам уже прикинем, куда его. А где тут лаборатория? В лифт иди. У него внутри кнопка лаборатория. Нажми и доедешь. Только гляди, не перепутай, а то уедешь еще куда-нибудь. Как правильно? Лаборатория или лаборатория? Оставляйте в комментариях, друзья. Пока. До новых встреч.